Азербайджан еще раз продемонстрировал независимость во внешнеполитическом курсе. Об этом Кавказскому бюро сказал Александр Артамонов, комментируя прошедшую в Киеве конференцию Крымская платформа. Это стало большим приветом для всех, кто раскручивает в российском медиа пространстве жупел Великого Турана. Хотя союзная Азербайджану Турция принимает активное участие в данном проекте, Баку и в этом внешнеполитическом вопросе проявил независимость, исходя из собственных национальных интересов. Отметил эксперт. Как вы оцениваете инициативу по созданию Крымской платформы? Созыв так называемой Крымской платформы превратился в настоящий провал действующей украинской власти. В Киев явились третистепенные по значимости фигуры европейской дипломатии, ограничившиеся подписанием ничего не значащего по гамбургскому счету документа, который ни к чему не обязывает Россию, кроме того, что уже так или иначе диктует Москве здравый смысл. Например, пустить на территорию полуострова гуманитарные организации, что Россия сама давно уже предлагает сделать при том условии, что эти структуры не будут приписаны к Украине. Конечно, новые восточноевропейские демократии присутствовали на уровне первых лиц. Речь идет о Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Словакии, Венгрии, Молдове, Словении и Финляндии. Турция, кстати, ограничилась фигурой министра иностранных дел, а не главы парламента, премьер-министра и тем паче президента. С чем, на ваш взгляд, связано неучастие в этой платформе Азербайджана? Хотя союзная Азербайджану Турция принимает активное участие в данном проекте, Баку и в этом внешнеполитическом вопросе проявил независимость, исходя из собственных национальных интересов. И дело не только в том, что эти интересы определяются в том числе стратегическим партнерством с Россией, а Крымская платформа определена Москвой как анти-российский шабаш. Более глубокая причина в том, что Баку позиционирует себя как важный элемент в сотрудничестве региональных сил, в данном случае России и Турции, и принципиально воздерживается быть частью формулы раздора. Проект Зангизурского коридора из числа первых, Крымская платформа из вторых. Руководство Азербайджана вообще отличается тем, что выказывает подлинно независимую внешнюю политику, что является редкостью не только на постсоветском пространстве. В Москве должны учитывать и адекватно отвечать взаимностью как в целом на это стремление Азербайджана, так и на очень важный жест по неучастию в анти-российском проекте. Субтитры создавал DimaTorzok